Ученые провели тщательный анализ интеллекта различных животных и составили список самых умных. Исследователи сравнили существ по целому ряду параметров, в частности по способности обучаться и усваивать команды. Кто же является самым сообразительным животным на Земле? Вы ни за что не угадаете, если не знали заранее. С вами ТОП ХАЙП и это ТОП 10 самых умных животных на планете. Погнали! Десятое место. Крысы. Человечество веками ведет войну с крысами, но нам не победить. Некоторые биологи уверены, что серые крысы обладают коллективным разумом, который управляет действиями каждой отдельной особи. Эта гипотеза объясняет многое. Она объясняет быстроту, с которой серые грызуны расправились с другими разновидностями и успех в их борьбе с людьми. Мы можем ненавидеть этих серых грызунов, но когда узнаешь об их способностях, то непроизвольно возникает чувство уважения. Крыса – это настоящий суперорганизм, способный жить и процветать практически в любых условиях. Живучесть крыс отрабатывалась на протяжении 50 миллионов лет. Девятое место. Осьминоги. Осьминог – это одно из самых умных морских существ. Они умеют играть, различать разные формы и узоры, например, цветные лампочки, решать головоломки, ориентироваться в лабиринтах и обладают кратковременной, долгосрочной памятью. В знак уважения ума осьминогов в некоторых странах мира даже приняты законы, предписывающие использовать наркоз перед тем, как делать им операции. Представьте себе такое. Осьминоги очень любопытные, что обычно ассоциируются с интеллектом. В природе они иногда строят свои дома укрытия из камней. Это тоже свидетельствует об определенном интеллектуальном уровне. Различные эксперименты показывают, что у осьминогов отличная память, а интеллигентность животного в первую очередь определяется способностью его мозга к запоминанию опыта. Когда с памятью все в порядке, следующий шаг – сообразительность, которая помогает делать выводы из полученного опыта. Восьмое место. Голуби. Голубей в большем количестве можно встретить во всех крупных городах, и большинство из нас считают этих птиц дурными созданиями, которые путаются под ногами. Но многочисленные научные эксперименты показывают, что это очень умные птицы. Например, голуби могут запомнить и узнать сотни различных изображений спустя многие годы. Группа ученых из Японского университета Кео Юниверсити в результате экспериментов показала, что сизые голуби способны узнавать себя в зеркале, даже лучше, чем маленькие дети. До этих исследований считалось, что такими способностями обладают лишь человек, приматы, дельфины и слоны. Всегда ценились и полезные навыки голубей. Например, способность этих птиц находить путь домой, и быстрый полет сделало возможным их использование для передачи почты. Седьмое место. Белки. Ихи. Белки не впадают в спячку, и чтобы выжить, должны найти до 3000 спрятанных орешков. Некоторые виды орехов они закапывают в землю, другие прячут в дуплых деревьях. Эта работа требует неимоверных усилий. Благодаря своей феноменальной памяти, белки могут вспомнить местонахождение ореха спустя 2 месяца после того, как его зарыли. Например, я часто забываю вообще, что я ел даже на завтрак. У белок есть и свои воры, которые решают не добывать орехи, а ждут и наблюдают из засады, пока другие белки не начнут зарывать свой зимний рацион. Но на каждое действие есть контрдействие. Если белка считает, что за ней начинают следить, она делает вид, что зарывает пищу. Пока вор тратит время на пустую дырку, белка переносит свой орех в другое, более секретное место. Это ли не лучшее доказательство наличия у белок высокого интеллекта? Шестое место. Свиньи. Некоторые ученые утверждают, что интеллект свиньи примерно соответствует интеллекту трехлетнего ребенка. Благодаря высокому интеллекту, свиньи сильно подвержены стрессом. Поросята очень привязаны к матерям, и если их разлучить, особенно в раннем возрасте, они это очень переживают. И переживают это очень болезненно. Поросенок плохо ест и сильно теряет в весе. Недаром академик Павлов заявлял, что самым нервным из окружающих человек и животных является именно свинья. По обучаемости, свиньи находятся по крайней мере на уровне кошек и собак, и нередко превосходят их. Даже Чарльз Дарвин считал, что по интеллекту свиньи как минимум не уступают собакам. Проводились различные исследования на сообразительность среди свиней. В одном из тестов кормушка была соединена с компьютером. На экране монитора выводился курсор, который можно было передвигать с помощью джойстика. Также на мониторе была изображена специальная область. Если попасть в нее курсором, автоматически открывается кормушка и высыпается корм. Поразительно, но свиньи отлично управлялись джойстиком-пятачком и двигали курсор в нужное место. Собаки не могут повторить этот эксперимент и проигрывают здесь свиньям в сообразительности. Пятое место. Вороны. Вороны – это необычайно умные животные. Ученые полагают, что их способности к аналитическому мышлению не уступают аналогичным способностям высших приматов. Вороны лучше многих людей понимают, что означает красный и зеленый цвет при переходе улицы. Живущие в городе вороны собирают орехи с деревьев и кладут их на проезжую часть под колеса проезжающих машин, чтобы вскрыть скорлупу. Затем они терпеливо ждут, ожидая нужного света. Возвращаются на дорогу и забирают свои очищенные орешки. Впечатляющий пример инноваций в животном мире. Важно не то, что вороны научились делать это, важно другое. Впервые этот метод был замечен у ворон около 12 лет назад в Токио. После этого все вороны в окрестностях переняли этот метод. Вороны учатся друг у друга, и это факт. 4 место. Слоны Слоны – животные, которые хорошо умеют демонстрировать свои эмоции, как положительные, так и отрицательные. Их мимика складывается из движений головы, ушей и хобота, которыми слон может выражать всевозможные, зачастую тонкие, оттенки хорошего или плохого настроения. Слоны чрезвычайно заботливы и чутко относятся к другим членам своей группы, а также к другим видам животных, что считается весьма продвинутой формой интеллекта. Например, слоны очень глубоко переживают потерю кого-либо из стада. Они могут собираться возле мертвого тела на протяжении нескольких дней. Зафиксированы случаи подобных похорон, когда слоны прикрывали своих умерших товарищей слоем растительности. Третье место. Орангутаны Человечности человекообразных обезьян трудно отрицать. Орангутаны имеют высокую культуру и прочные социальные связи. Самки остаются со своими детьми на протяжении многих лет, обучая их всему необходимому для выживания в лесу. Например, орангутаны ловко используют листья в качестве зонтиков от дождя. Или запоминают места, где в разное время года плодоносят деревья. Высшие приматы, такие как шимпанзе и орангутаны, способны узнавать себя в зеркале, в то время как большинство животных реагируют на свое изображение в зеркале, как на другую особь. Кстати, в комментах давайте устроим баттл двух самых популярных животных. Напишите, кто круче, коты или собаки. Посмотрим, за кого топят больше в комментах. Второе место. Дельфины Как и многие другие самые умные животные, самки дельфинов остаются со своими детьми на протяжении долгих лет, передавая им свои знания и опыт. Многое в поведении дельфинов передается через поколения. Дельфины умеют использовать орудия, что, как мы знаем, является признаком наличия высокого интеллекта. Так исследователи наблюдали за самкой дельфина, которая учила своих дельфинят искать пищу, предварительно надев на нос морскую губку, чтобы не пораниться и не получить ожог от рыбы камня, имеющей ядовитые шипы на спине. Дельфины очень социальные животные. Им присуще самосознание и деление на отдельные личности, которые, к тому же, задумываются о будущем. Исследования показывают, что общество дельфинов имеет сложную социальную структуру и состоит из индивидуумов, которые сотрудничают друг с другом для решения сложных проблем, например, как добыча пищи и так далее. Кроме того, дельфины передают друг другу новые черты поведения, приобретенные навыки. У дельфинов очень хорошо развито имитационное поведение. Они легко запоминают и повторяют действия, как своих собратьев, так и других особей из животного мира. И, наконец, первое место в нашем топе. Вот мы и добрались до первого места в рейтинге самых умных животных в мире. Его по праву занимает шимпанзе. Эти человекообразные обезьяны являются лидерами по использованию орудий. Например, так, во время наблюдений за шимпанзе в саванне на юго-востоке Сенегала было зарегистрировано более 20 случаев применения этими животными 26 различных орудий, начиная от каменных молотков до палочек для выковыривания термитов. Жестко. Но самым поразительным было наблюдать за изготовлением и применением полуметровых копий. Шимпанзе не просто отламывали ветки нужной длины и толщины, но очищали их от листьев и веток помельче, обдирали кору и даже иногда заостряли наконечник орудия зубами. Плюс еще один впечатляющий пример наличия интеллекта у шимпанзе. Когда ученые поставили перед обезьянами задачу достать орех со дна прочно закрепленной пластиковой пробирки, часть обезьян, 14 особей из 43 догадались, что если набрать в рот воды из крана и выплюнуть ее в узкое горлышко, то орех подымется на поверхность. Семь шимпанзе доверили это задание до победного конца и добрались до ореха. Кроме шимпанзе, исследователи, работавшие на территории заповедника для обезьян в Уганде и в Лейпцигском зоопарке, ставили аналогичные эксперименты на гориллах. Однако ни одной из горилл не удалось поднять орех на поверхность путем переноса воды во рту из крана в пробирку. Вот такие вот умные шимпанзе! Ставь лайк, подписывайся на канал и врубай колокольчик, чтобы не пропускать самые ядерные и интересные топы в мире. Спасибо за просмотр и также зацени наши предыдущие выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok